Друзья, всем привет! Это видеоканал Первый Видео Авторынок, автосалон RDM Import в городе Новосибирск. За время работы нашего технического центра в компании RDM Import мы накопили огромный массив информации по конкретным моделям. Это именно практическая информация, то есть не взята откуда-то с потолка, не с интернета. Мы с этим сталкиваемся, работаем каждый день. И нашими практическими знаниями мы хотим с вами поделиться в новой серии коротких видеороликов. Тема сегодняшнего видеоролика это Hyundai Tucson, или как его принято у нас называть Tucson. В данном случае мы с вами будем говорить об автомобиле 2008 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2 литра и автоматической коробкой передач. Автомобиль полноприводный. В этом ролике мы хотим показать вам основные моменты, на которые вам стоит обратить внимание, когда вы будете рассматривать такой автомобиль для себя в покупке на вторичном рынке. Итак, вы нашли для себя понравившийся экземпляр Tucson и начинаете осмотр автомобиля. С чего начинается осмотр автомобиля? После того, как вы обошли его снаружи, посмотрели, в принципе машина вам всем понравилась. Конечно, вы откроете капот и на какие моменты необходимо обратить внимание здесь. Что чаще всего видим мы, когда работаем с данной моделью автомобиля? Ну, первый момент, который, конечно, будет виден невооруженным взглядом сразу, это прокладка клапанной крышки. Соответственно, она может как запотевать, то есть вы увидите промасленную грязь, более темные места, даже если двигатель не был отмыт, так может быть уже и течь. То есть необходимо внимательно посмотреть прокладку клапанной крышки по периметру. Прокладка стоит недорого, меняется достаточно просто. То есть это не является какой-то серьезной неисправностью, тем не менее, для двухлитровых рядных моторов это характерно. Также, если вы будете рассматривать покупки автомобиля с двигателем V6 объемом 2,7, в первую очередь смотрите на прокладку клапанной крышки на задней голове. То есть она в большинстве своем взгляду невидима, и люди ездят с подтекающей прокладкой до тех пор, пока масло уже не начнет оттуда попадать на выпускной коллектор, там обгорать, и не появится запах масла в салоне. Также стоит сказать пару слов о самой клапанной крышке. Здесь, на данных двигателях, она выполнена из пластика. Соответственно, обращайте внимание еще на такой момент, как целостность самой клапанной крышки. Бывает при установке, либо перетягивают болты, либо где-то какие-то еще механические повреждения допускают, крышка теряет герметичность, соответственно, через разломы, скажем так, в пластике у вас будет также выходить в виде паров масла из двигателя, и также может организоваться непредусмотренная конструкция подсос воздуха. Также, один из вопросов, который очень часто люди задают, несмотря на то, что информации по автомобилям везде очень много, это какой тип привода ГРМ имеет данный двигатель, и как часто надо за ним следить, насколько он требует внимания. На туксанах привод ГРМ всегда ременный, ремень этот выхаживает около 60 тысяч километров, потом подлежит обязательной замене. Проконтролировать состояние ремня ГРМ достаточно просто, вы можете это сделать сами, что на рядном, что на V-образном двигателе, без разницы. Вам понадобится ключ на 10, открутить три болта, отогнуть крышку, и ремень будет, соответственно, вам виден. Если на ремне имеются значительные потертости, либо надрывы, конечно, такой ремень лучше поменять сразу, поскольку при его обрыве на любом двигателе на туксане поршни встретятся с клапанами, соответственно, это приведет к дорогостоящему ремонту головки блока. Также при осмотре автомобиля следует обратить внимание на радиатор охлаждения. Радиаторы на автомобилях бывает, что текут, течь они начинают неявно, по местам крепления патрубков не всегда эту течь можно очень быстро локализовать. Соответственно, обращайте внимание на эти моменты, опять же, это то, на что надо обратить внимание при осмотре сверху, при осмотре снизу, с ямы. Вот, если радиатор на автомобиле уже заменен, это явно видно, что он стоит новый, ну, тем лучше. Среди вещей, характерных для туксонов уже в возрасте, то есть для машин 2005-2006 годов выпуска, которые набегали уже многие сотни тысяч километров, советую сделать следующую манипуляцию. Под капотом со стороны водителя в левой части располагается блок реле и предохранителей. В обязательном порядке снимите крышку с блока предохранителей и посмотрите на состояние релюшек, контактов релюшек, потому что этот блок на туксоне, он не очень хорошо, скажем, гидроизолирован. Приведу пример одного из моментов, связанных с этим блоком реле, то есть поворачиваешь ключ, зажигание включаешь, стартер крутит, двигатель не заводится, не подается топливо. Прежде чем разбирать салон, скидывать заднее сидение, добираться до бака, до топливного насоса, в первую очередь откройте вот эту крышку, найдите реле топливного насоса, попробуйте почистить контакты. Скорее всего проблема в нем, 90% случаев это так и есть. В общем и в целом, если подытожить по подкапотке, основные моменты мы с вами прошли, куда смотреть. Из практики могу сказать, что двухлитровый рядный четырехцилиндровый двигатель G4GC на туксоне, это агрегат крайне надежный, по конструкции очень простой. Проблем с ним практически не бывает, то есть эти двигатели также не склонны к расходу масла, если масло по своей вязкости уже соответствует возрасту и пробегу автомобиля. Если по результатам осмотра подкапотного пространства автомобиль не слетел из кандидатов на приобретение, скорее всего вы перейдете к следующему этапу, к осмотру автомобиля на подъемнике. Сейчас мы с вами поднимем автомобиль и посмотрим на какие же вещи следует обращать внимание, когда вы смотрите его на станции. Итак, автомобиль на подъемнике, вы заходите под него, вам в руки дают свет и говорят, ну смотрите, и отходят в сторону. На что следует обратить внимание в первую очередь, достаточно дорогостоящей является замена заднего сальника коленчатого вала, он же коренной сальник. Смотрим по вот этой линии, все должно быть сухо, не должно быть никаких подтеков, тем более не должно висеть никаких капель на этом месте. Первый момент. Второе. Смотрим на общую сухость передний редуктор, хвостовик редуктора, смотрим сальники приводов левого и правого привода. Здесь он немножко запотел, то есть сальник правого привода внутренний придется поменять перед началом дальнейшей эксплуатации. Далее, на туксонах, внимание к себе могут потребовать сайленблоки, передние сайленблоки нижних рычагов. Опять же, проконтролировать на предмет надрывов, они должны быть слишком сильно порваны. Следующий момент, на который следует обратить внимание, это состояние рулевой рейки. Рулевая рейка не должна стучать, люфтить, не должно быть никаких подтеков. То есть, течь рейки вы можете увидеть по мокрым пыльникам, откуда выходят рулевые тяги. Ремонт рейки на Hyundai Tucson это в среднем около 10 тысяч рублей. Рейка находится над подрамником. Чтобы ее увидеть, вам надо будет зайти, смотреть на нее из-под поддона, с передней части, либо где-то сбоку. Следующий пункт нашего вояжа, это передняя крестовина кардана. Характерно именно для Hyundai Tucson, независимо от объема двигателя, на крестовине бывает появляется выработка, люфт, соответственно, она подлежит замене. Как это проверяется? Ни в коем случае не вот таким вот образом, дергая кардан, вы проверяете только внутренний люфт самого редуктора, который в любом случае на нем будет. Вам необходимо зафиксировать флянец со стороны редуктора и второй рукой вращаете кардан, здесь люфт уже присутствует. Соответственно, эта крестовина у нас отправится на замену. Обязательно абсолютно обращать внимание на состояние эластичной муфты на около заднего редуктора. С этой муфтой не должна иметь надрывов, то есть это узел резинометаллический, если здесь будут надрывы, уже крупные, и эту муфту у вас оборвет, то вращающийся кардан на ходу разнесет все, до чего сможет дотянуться, включая топливный бак. Теперь поговорим о заднем редукторе, в котором находится муфта подключения задней оси. В случае, если вы купили полноприводный туксон, он по факту из-за неисправной муфты подключения у вас оказался переднеприводным, то встает вопрос, который необходимо решать, либо через покупку контрактного заднего редуктора со справной муфтой, либо через ремонт редуктора. И то, и то достаточно серьезные вложения, намного дороже, чем ремонт рулевой рейки, это совершенно точно. Соответственно, когда вы смотрите в целом на задний редуктор, обратите внимание на то, чтобы сальники, передний сальник на редукторе в районе кардана и сальники приводов были сухими. Если из редуктора вытекает масло, и оно уже вытекает, то есть на лицо течь, вы видите капли и так далее, знайте, что езда с редуктором без масла достаточно быстро его добьет. Это будет та же самая, ремонт либо замена. Как проверить полный привод? Если вы смотрите автомобиль в летнее время, вам придется, скорее всего, вывесить обе оси на подъемники и проверить, вращается или нет задняя ось. В зимнее время на гололеде сделать это намного проще, пусть кто-то, ваш помощник или хозяин автомобиля сядет за руль и просто поречь и тронется с места. При пробуксовке передней оси на туксоне в обязательном порядке подключается зад, либо можно заблокировать его кнопкой принудительно и убедиться в исправности полного привода. Также на тест-драйве туксона вы можете обратить внимание на легкий стук при проезде неровности в задней части. Звук напоминает, очень сильно напоминает сайлент-блоки, но при этом вся подвеска может быть поменена уже на новую, а звук все равно будет. Это связано с тем, что очень немногие меняют при ремонте ходовой части резиновые чашки, на которые опирается амортизационная стойка. То есть со временем они проседают, резина дубеет от возраста, там может появляться звук. То есть при ремонте ходовой части, если у вас есть какой-то непонятный звук неясной этимологии, который вы не можете понять, откуда идет, обратите внимание на резиновые опоры задних стоек. В завершении осмотра на подъемнике хотелось бы сказать пару слов о ходовой части Hyundai Tucson первого поколения. Ходовка здесь простая, это самый обычный MacPherson спереди и сзади. Проблем она особо не доставляет. В ремонте по ходовой части этот автомобиль недорог, по многим позициям даже дешевле Toyota, помимо оригинальных корейских запчастей, которые на самом деле недорого стоят, есть еще целая гора заменителей и далеко не все эти заменители плохого качества. То есть единожды приведя ходовую часть Tucson в хорошее состояние, в принципе вы о ней на какое-то время забудете. Также при осмотре автомобиля обратите внимание на две проблемы, которые могут присутствовать, а они в принципе характерны, особенно для машин старых годов выпуска, 4-5-го. Это моторчик привода заднего стеклоочистителя, то есть он бывает просто закисает, перестает работать. И обратите внимание на работоспособность обогрева заднего стекла, ввиду того, что на автомобиле заднее стекло у нас открывается отдельно, его периодически хлопают, посмотрите, чтобы все здесь нормально работало, было в исправном состоянии. Завершающим этапом проверки будет сверка ВИН-номеров автомобиля. ВИН-номера на Tucson первого поколения располагаются, первый из них на наклейке на торце проема водительской двери. Второй ВИН-номер выбит под стеклом со стороны водителя в нижнем углу. И третий ВИН-номер находится под пассажирским сидением. Дорогие друзья, ну вот и подошла к завершению наша пилотная серия, техническая серия. Мы рассказали вам про Hyundai Tucson первого поколения. Надеюсь, вам это видео было полезно. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пишите в комментариях, какие автомобили вы еще хотели бы видеть в наших следующих сериях. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.